Отчетно-выборная конференция Федерации футбола Абхазии, которая не состоялась 25 февраля из-за недостаточного количества участников, продолжилась 2 марта. В списке приглашенных 48 человек, пришли 25. Кто входит в делегаты? Это бывшие президенты Федерации футбола Абхазии, это Совет Федерации футбола, последний, как говорится, который был все эти 4 года. Также у нас входят ветераны абхазского футбола, это игроки, которые дали славу абхазскому футболу, как говорится, в 70-е, 80-е годы. В основном это все игроки Сухумского Динамо, команды мастеров, которая выступала на международной, уже говорю, на советской арене. Бывший руководитель Федерации Джума Кварацхелия поблагодарил всех за помощь и поддержку и высказал надежду, что следующему президенту Федерации удастся вывести абхазский футбол на новый уровень. За эти 4 года, что я возглавлял Федерацию, проделал определенную работу. И это и проведение детско-юношеских соревнований ДФЛ. До начала карантина в этих соревнованиях принимало участие около 47 команд. За эти годы наша национальная сборная выступала на чемпионате мира в Англии, на чемпионатах Европы, Северный Кипр и Нагорный Карабах. Да, были определенные трудности, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. Но все же Федерация оставалась проводить и чемпионат Абхазии, и розыгрыш Кубка Абхазии. Беслан Корчава, первый заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту, рассказал, что в ходе одной из встреч президент Аслан Бжания дал поручение уделять повышенное внимание футболу, как самому массовому виду спорта в Абхазии. Как вы все знаете, за последние 8 месяцев нашей работы у нас был приостановлен чемпионат Абхазии по взрослой, я имею в виду. Мы изыскали возможности по инициативе президента и правительства страны, возобновили чемпионат. Потом с нового года, с 2021 года, наверняка многие слышали, что у нас очень были серьезные переговоры с Москвой, с министром спорта России. Я лично ездил, встречался с министром спорта и добились того, что наша студенческая команда будет играть в чемпионате России среди студентов. Далее слово предоставили кандидатам на должность президента федерации. В ходе предыдущей встречи свои кандидатуры выдвинули Тараш Хагба и Геннадий Цвинария, но за прошедшую неделю ситуация изменилась. За эти дни мне звонили, встречался я с ребятами, просто даже не с футболистами. Мне было это приятно, конечно. Они говорили, что если ты возглавишь футбол, нам будет это приятно. Но поговорили с Тарачом, я сделал такой вывод. Человек имеет большое желание, имеет энергию, больше, чем я. Кстати, прошло еще шесть лет, после этого я еще возглавил федерацию футбола. Тогда мне тоже было всего лишь 38 лет. Сегодня мне уже 55. И я принял такое решение, чтобы Тарач Хагба выдвигался, и я поддерживаю его, а сам снимаю свою кандидатуру. Речь Геннадия Цвинария встретили аплодисментами, и это понятно. Дать дорогу молодым, объединиться ради общей цели, найти компромисс – это лозунги, которые слышно часто, но видно редко. Тарач Хагба поблагодарил за оказанное доверие и выразил намерение трудиться во имя развития абхазского футбола. Хочу поблагодарить Джуму Парацхелия и весь штат федерации футбола в лице Виталия Федоренко за проведенную работу. Они сделали все, что от них зависит тогда, когда абхазский футбол переживал очень непростое время. Сегодня я уже как-то высказывался по этому мнению. У меня очень новый этап в моей жизни, серьезный и ответственный. Я говорю спасибо за доверие, оказанное мне. В свою очередь буду стараться работать во благо развития нашего абхазского футбола. Но при этом, опять-таки, без всеобщей поддержки у нас мало что получится. Еще раз всем спасибо. До новых встреч. Голосование в данной ситуации – чистая формальность. Когда из двух кандидатов один снимает свою кандидатуру в пользу другого, исход понятен. 25 членов Совета Федерации единогласно проголосовали за то, что следующие четыре года Федерацию футбола Абхазии будет возглавлять Тараш Хагба. Надежда Боровикова, Сосрыхла Гуха, Абазакова.